Всем привет! Пришло время выбирать уходовую косметику на конец марта и на апрель. И без долгих вступлений давайте сразу приступать к этому выбору. Вот на этой полочке, вы знаете, у меня располагается уход за лицом. И здесь мне нужно выбрать два средства. Пенку для умывания и тоник. Так, пенки мои вот там вот в глубине располагаются. Их у меня несколько, четыре больших и одна маленькая. А я хочу взять вот эту пенку от Avon, линейка чистый кислород. Я подозреваю, что такой пенки мне должно хватить где-то до конца лета. Так, взяли. Что еще? Тоники. Я хочу взять вот этот тоник. Я его уже использовала в качестве трехсекундного стартера. Но, как вы видите, немного тут использовано. А как трехсекундный стартер это средство не подходит. Оно влагу в коже не задерживает. Поэтому использую как тоник. На этой полочке у меня также располагаются средства по уходу за лицом. И здесь мне нужно выбрать два крема, две сыворотки и глиняную маску. Кремы я буду брать вот эти. Я уже давно подготовила кремы, расписала их по срокам годности. И вот выставляю те, которые в ближайшее время понадобятся. Сейчас в уход пойдут вот такие. Черный жемчуг, дневной крем. И ночной крем-сон от чистой линии. Что касается сывороток, их я тоже не просто так наугад буду брать. Нет. К черному жемчугу крему я возьму сыворотку от этой же марки. Тоже 36+. И пора брать в уход вот это средство от марки Esfolio. Оно мне с не очень хорошим сроком годности досталось. Так что нужно срочно использовать. Что касается масок. Вот они там в уголочке у меня. У меня есть сейчас в использовании глиняная маска от марки Love. И она неплохая. Но я решила отвезти ее к своим родителям. Там у меня вообще глиняных масок нет. Но и там они мне тоже нужны. Так что у меня появилась возможность взять в уход здесь новую глиняную маску. Какую-нибудь интересненькую. Я хочу попробовать вот эту от марки Я Самая. Так что ее и беру. А вот на этой полочке мы с вами подольше задержимся. Здесь тоже нужно выбрать несколько средств. Но чтобы некоторые добыть, придется поморочиться. Здесь все вот составлено очень-очень плотно. А что мне нужно здесь? Какой-нибудь спрей от Иван. Скраб. Несколько упаковок и для верхней части тела, и для нижней. Также средство для бритья. Ну, со средством для бритья все просто. У меня недавно появилось вот такое средство. Влажняющее суфле. От Фаберлик из линейки Делайн. Я хочу его попробовать. Вот так симпатично оно выглядит. А то средство, которым я пользовалась, которое буквально недавно брала в уход, у меня, как это ни странно, закончилось. Так что посмотрим вот на это средство. Надеюсь, его хватит больше, чем на месяц. Так, выбрали. Ой, что касается спреев от Иван. Знаете, давайте что сделаем? Наугад я достану три любых средства, любых аромата. И из трех выберу тот, который мне интереснее всего. Те, которые впереди стоят, мы рассматривать не будем. Это неинтересно. Мы уже видим, что здесь. Давайте из этого ряда возьмем, например, вот этот спрей. Что это у нас? Что это у нас? Это слива и нектарин. Отставляю. Из этого ряда возьмем, например, давайте вот этот. Ага, это у нас коктейльная коллекция. Малина и черная смородина. А что же нам попадется в этом ряду? Вот, попадается новиночка. Сочный взрыв, клемитин и имбирь. Давайте смотреть. Вот сюда я их поставила. Вот этот, наверное, больше зимний. Хотя он приятненький. Этот сладкий. А этот, кажется, у меня когда-то был, но я не помню, что он собой представляет. Да, наверное, его я и возьму, потому что забыла, какой он по аромату. Ну, такой на весну, думаю, будет нормальный, неплохой. Ну, а эти, соответственно, уберем на место. Все эти спреи я сейчас передвину. И в следующий раз, когда понадобится спрей, тоже будем такой устраивать лотерею. Ну, и следующее, что мне нужно выбрать, это скрабы. Ой, запаслась я от души скрабами. На несколько теплых месяцев беру скрабы, поэтому так много. И хочу взять для верхней части тела, естественно, легкие скрабы, недеручие. Вот такой, например, скраб, почему бы не взять, он хороший. Также давайте возьмем вот эти скрабы. Вот, что это у нас, фитокосметика. Сразу две. Да, чем больше, тем лучше. Так, эти пожестче скрабы. Вот из этих, вот марки Кафе Мими хочу взять. Вот такой. Недавно приобрела ананас и авокадо. И вот такой миндаль Игуава. Произошла неприятная ситуация, когда эти скрабы ко мне приехали. Вот у этого скраба треснуло дно. Не критично, но все-таки. Вот видите, я заклеила скотчем. Ну, конечно, все равно подтекает, и нужно срочно уже использовать. Да. Как не заклеивала, все равно подтекает. Ой, все, уже испачкала. Эта банка тоже испачкана. Так, ладно, с этой банкой я разберусь попозже. Хочу взять скраб пожестче для ног от коленей до ступней. Знаете, какой хочу? Вот этот вот, который в самом низу в третьем ряду стоит. Да, захотелось мне поднять себе настроение таким приятным розовым скрабом с интересным, по слухам, ароматом. И сейчас я за кадром попробую его оттуда выцарапать. Пока доставала розовый скраб Seven Days, пока убирала другие скрабы, которые сюда не помещались, лежали в другом месте, нашла вот этот скраб от марки Фитокосметика Никавайс из Улыбки Радуги. И вспомнила, что его я тоже хотела в ближайшее время взять в уход. Ну, вот, собственно, беру. И больше в этом шкафу мне ничего не нужно. Так что перемещаемся дальше. В выдвижном ящике комода мне нужно выбрать кармекс. Так, у меня кармексов несколько. Есть ванилька. Есть в тубе вишенка. И есть оригинальный кармекс. Вот такой. Так, какой бы взять... Я склоняюсь к тубе. Просто потому, что до этого у меня был кармекс в стике. Но так, в общем-то, без разницы. Они все одинаково работают. Ну, давайте возьмем в тубе. И его хватит очень надолго. А эти пускай полежат пока что в запасах. Что еще? Парфюм от Эйвен хочу взять на апрель уже. Оставлю на апрель гламур. Фаривей. Два вот этих аттрекшена уберу. Ну, секундочку. Так, да, их я уберу. Но если я их сразу сюда положу, то вообще не разбериха будет. Давайте сначала отсюда достанем то, что мне нужно. А нужно мне... Не это. Вот. Ив Тру. Такой весенний интересный аромат. Его хочу взять и хочу взять... Вот. Тудей. Да. Поносить тудей сто лет этого не делала. Так что вот, две водички взяла из этой коробочки. Две убрала. Так, и того, на апрель у меня три маленькие эйвенские водички. Переместились за зеркало. И вот на этой полочке мне нужно выбрать какой-нибудь гидролат и сухой шампунь. Гидролатов у меня несколько. Я давно не пользовалась гидролатом розмарина, поэтому хочу взять именно его. На моей коже он хорошо работает, его оздоравливает, и такой упаковки мне хватает надолго. Что касается сухих шампуней, то у меня их, как вы видите, много. Чему я несказанно рада. Но многие марки я уже пробовала. А вот эти две марки для меня абсолютная новинка. В России не представлен сухой шампунь от марки Тайм Аут и нет сухих шампуней от марки Лореаль. Их я заказывала в свое время, в прошлом году, кажется, на сайте Makeup Store. Так что мой выбор именно на какой-то из этих сухих шампуней падает, но на какой именно, не совсем понятно. Я хотела из них выбрать тот, у которого подходят сроки годности. Но если вот с этим сухим шампунем все ясно, здесь сроки годности до июля 2022 года, то что вот с этим непонятно абсолютно. Вот это сроки годности? Если да, то, простите, что это такое? Вот что это? Когда? Это единственная цифра на всей упаковке, не считая объема продукта и других каких-то обозначений, которые могли бы относиться к срокам годности. Но как это прочитать? Что это означает? Мне не ясно. И вот я даже не знаю, какой из этих теперь брать. Я-то хотела по срокам годности, но придется, придется на вскидку брать. Мне кажется, что сухие шампуни Time Out, они простенькие. Они недорогие на сайте. И, наверное, что-то типа нашей прелести. Или, может быть, что-то типа кинсуку. Этот, по моим ощущениям, немножечко должен быть покруче. И им я воспользуюсь, когда уже сниму шапку. Пока я хожу в шапке, возьму что-то попроще. То есть сухой шампунь Time Out. Вот такие нехитрые размышления привели меня к выбору именно этого сухого шампуня. Я планировала на апрель выбрать два крема для тела, для рук от плеча до запястья. Но, судя по всему, на как минимум половину апреля мне еще хватит суфле от Фаберлик апельсинового. Так что отсюда я достану только одну упаковочку. А именно вот такую эмульсию Oceanum от Фаберлик. Эта эмульсия с какими-то блесточками должна очень приятно пахнуть. По крайней мере, крем Oceanum пахнет очень приятно для тела. Ну и опять же, давно лежит в запасах эта баночка. Хочется как-то поднять уже себе настроение, поблестеть. Пусть не на выход, не на солнце я буду ее использовать, а по вечерам. Но все равно эти мелкие блесточки должны меня как-то порадовать. Так что вот, беру. Ну и последнее, что мы сегодня с вами будем выбирать, это тканевые маски. Вот в такой корзинке у меня все мои тканевые маски. Их не так уж и много. Как-то истощаются мои запасы. Нужно бы их пополнить. Может быть в апреле все-таки как-то подкуплю тканевых масок себе. Да и из этих мы не все возьмем, а штук, наверное, 15-20 на конец марта, на апрель и на май. То есть до конца весны. Давайте смотреть, что у меня здесь есть, что я хочу взять. Давайте возьмем маску от Пайо. Сколько ей нужно лежать? Так, несколько есть у меня масок от марки Мирине из наборов. Их много. Есть повторочки. Поэтому повторочки берем. Вот лаванда. Так, две ромашки одну возьмем. Роза тоже, наверное, две. Нет, роза одна. Как-то странно даже. Ладно, розу пока оставим. Что еще? Что еще? Магнолия. Их две. Поэтому возьмем. Так, здесь три. Ну, вот пять штук осталось. Пусть полежат немножко. А то как-то неинтересно, знаете, от одной марки все маски брать. Что у меня здесь еще? Сан-лук это на лето. Это на лето после загара. Кактусик тоже пусть до лета полежит. Есть у меня две маски рецепта Молли. Давайте одну из них возьмем. Брокколи и баклажан. Да, в общем. По овощам определиться не могу. Давайте определяться по действию. Баклажан омолаживает. А брокколи оживляет. Что мне важнее? Омоложение? Давайте этот возьмем. А оживлять кожу мы будем летом. После солнечных ванн. Вот такую маску хочу попробовать. Что еще? Опять какая-то маска СОС. Пусть до лета полежит. Несколько масок от марки Эсфолио. Вот такие. Понять бы еще с чем они. А, с улиточкой. С хрюшечкой. То есть с коллагеном. Это я не понимаю. Что с углем, наверное. Да? Да. С вулканической глиной. И с жемчугом. Так, коллаген и улитку. Вот эти две возьму. Пожалуй, эти пусть пока полежат. Все тут разваливается. Шуршу нещадно, простите. Следующая маска у меня вот с таким мороженым от марки Пьюрскин. Давайте возьмем. Или лучше на лето. Да, мороженое это лето. Несколько масок от марки Пьюарелла. Так, это кто? Алоэ. Алоэ на лето. Мед и коллаген. Давайте с медом, пока еще не очень жарко, использую с медом коллаген. Пусть пока полежит. Есть у меня две одинаковые маски от Планета Спа. И, Иван, возьму одну. Это две маски от Стеллари. Тоже одну какую-нибудь нужно взять. Антиэйдж или для сияния. Давайте вот эту для сияния возьмем. Вдруг она с кислотами. А вот эти маски однозначно у меня на лето. Они охлаждают. Они потрясающие. Пусть подождут. Немножечко полежат. Так, делай детокс. Давайте сделаем детокс. Так, эта маска преображения давно лежит. Ее тоже пора брать. Так, Herbalife. Herboflor, простите. Лимон, мандарин. Наверное, она осветляющая. Давайте сейчас возьмем пока еще неактивное солнце. Да, хочу я взять вот эти альгинатные маски. Последние из моих запасов. И использовать в конце марта, в начале апреля. Не полюбились мне альгинатные маски. У всех разное мнение насчет подобных масок. Но я при своем остаюсь. Они мне не нравятся. Да, они, возможно, на ком-то работают. Но я не могу адекватно их по лицу распределять. Лежа тем более как-то накладывать. А если стоит, то все стекает. Ну, не мой формат. Лучше я ограничусь тканевыми масочками. У меня, кстати, есть еще вот такая тканевая маска пузырьковая. Пока полежит. Я хочу взять еще одну маску от Avon. Pollution Protect. И думаю, может быть, взять вот эту гидрогелевую. Так интересно попробовать. За что такие огромные деньги компания просит. Да, давайте ее тоже возьмем. Не знаю, сколько штук у меня здесь получилось. Но сколько есть, все попробуем до лета истратить. Ну, и вы видите, совсем чуть-чуть масок-то остается. Ой, сколько у меня их было и сколько осталось. Нужно как-то извернуться и пополнить свои запасы тканевых масок. Ну, а теперь давайте смотреть, что я тут навыбирала. Начнем с ухода за волосами. Всего одна позиция у меня была. Это сухой шампунь Time Out. Аромат Ориент. На сайте разные были ароматы. Я почему-то захотела этот. Подумав, что, может быть, он будет иметь какой-то восточный, такой пряный аромат. Но у меня был от Батиста сухой шампунь, тоже какой-то ориентальный. Такой он пах просто цветочками. Вероятно, этот тоже будет пахнуть цветами. На русском языке на этой упаковке нет дробным счетом никакой информации. Только на польском, на английском. И все. Распылитель здесь абсолютно стандартный. Давайте в крышечку прыснем и протестируем. Ммм, пахнет приятно. Сладко. Не так цветочно-зелено, как Батиста, а именно сладко. Сладко-цветочно-фруктово. Ой, как интересно. Приятно. Останется только протестировать, как этот сухой шампунь будет работать. Надеюсь, что хорошо. Теперь давайте перейдем к уходу за телом. Я из запасов вместе с вами достала 6 упаковок скраба, которые я собиралась использовать для верхней части тела. Но потом подумала и решила один отложить. Отложила я скраб от Avon. Возьму в следующий раз. Но 5 скрабов у меня осталось. И на них сейчас мы как раз с вами будем любоваться. Начнем со скрабов от марки Фитокосметика. Их у меня 3. Такие симпатичные баночки. Я уже оторвала заглушку. Но внутрь пока что еще не залезала. Хочу вместе с вами это сделать. Так, давайте начнем вот с этого скраба. Он же разжигающий ореховый. Текстура его прекрасно видна. Скрабинок здесь не очень много. И это скраб из тех, которые больше скрабируют ладошку, нежели ту часть тела, на которую его наносят. У меня такой скраб уже был. Я прекрасно помню, что он собой представляет. Но чего я не помню, так это его аромат. Давайте протестируем. Аромат такой слабенький. Вот как выглядит этот скраб. Что-то ореховое есть. Что-то сладенькое. Как печенье, что-то такое. Приятный. Яркий аромат. Саб скраб. Вот такой. Да, мало здесь скрабинок. Ну, на лето, точнее, на весну, на лето для меня это как раз то, что нужно. Так, с этим скрабом разобрались. Давайте перейдем к следующему. Вот к этому скрабу. Он омолаживающий травяной для бани. Открываем. О, какой он тягучий. Пахнет приятно, действительно. Травками какими-то. Вот, видите, такой тягучий скраб. Много-много мелких частичек, но они, я так полагаю, не жесткие. Хотя нет, пожестче, чем у предыдущего. Вот такой скраб. Такой скраб у меня тоже был. Я помню, что он не очень жесткий. А вот такого скраба у меня никогда раньше не было. Он тоже омолаживающий, как и вот этот травяной скраб. Но он, я так понимаю, да, с глиной и в составе глина. Давайте посмотрим. А, он тоже такой тягучий. Приятно пахнет. Вот, посмотрите, такая кремовая текстура. Мне кажется, это что-то среднее между вот этими двумя скрабами. Но нужно будет, конечно, протестировать. А, там еще, кажется, соль есть. Какой он густой, с трудом распределяется липкий. Пахнет интересно. Карамельками какие-то, что ли. Да, боюсь, что это будет немножко замороченный скраб. Но все нужно тестировать. Объем каждой этой упаковки 155 мл. И, я так полагаю, раз на 5-6 каждый мне хватит. Естественно, эти скрабы я собираюсь чередовать. Теперь давайте посмотрим на скрабы от Кафе Мими. Такие симпатичные. Этот скраб я по второму разу переклеила скотчем. Упаковка выглядит, конечно, отвратительно. Но зато ничего больше оттуда и не вытечет, и не испачкает другие баночки, поверх которых эта банка будет стоять. Или ту поверхность, на которой этот скраб будет стоять, может быть, даже внизу. У меня есть такая привычка. Поскольку места в ванной не очень много, я скрабы так вот ставлю, такой пирамидкой. И потом просто переставляю. Тот, что сверху, тот идет в использовании. Тот, что снизу, соответственно, уже был использован. И вот так вот я развлекаюсь обычно. Ладно, это такое небольшое отступление. Давайте протестируем ароматы. Для меня это абсолютнейшие новинки. Начнем со скраба миндаль и гуава. Все скрабы Кафе Мими и все их кремы и прочие средства, они запаяны вот так вот сверху полиэтиленом. Попробую сейчас вскрыть упаковку. Натуральных частичек жестких в этом скрабе нет. Аромат очень интересный. Действительно миндаль, знаете, как марципан. Вот что-то такое приятно как. Вот такая текстура. Скраб похож на скраб Кокос и Папайя, который и у меня был, и у многих из вас тоже был. Такой приятный, не очень жесткий, но и не баловство. Как же он классно пахнет. Сразу захотелось марципана. У меня дома марципана нет. Ну, кажется, завалялась где-то шоколадка. После съемки видео пойду пить чай с шоколадкой. Да, как-то аппетит разыгрался аж. Ладно, целиком эту пленочку я в другой раз сниму. Уже потом, когда поставлю скраб в использование, пусть пока. Так. Что касается вот этого скраба, это ананас и авокадо. Точно так же внутри пленочка. Вот она. Так, где здесь кончик, за который можно потянуть? Вот он. Ой, как туго-то, а. Не хочет открываться упаковка. Упаковка не захотела нормально открываться. Пришлось воспользоваться ножницами. Так коревенько получилось. Ну, потом я в любом случае этот полиэтилен уберу. От души приклеили. Текстура такая же, как и у предыдущего скраба здесь. Что касается аромата, он приятный. Что-то ананасовое действительно есть. Но аромат не яркий. Фруктовенький. Да, аромат приятный. Мне понравился. Текстуру демонстрировать не буду. Она идентична предыдущему скрабу. Так что, давайте перейдем сразу к скрабу для ног, который я планирую использовать от коленей до ступней, чтобы волосы не врастали и все такое. Это скраб Seven Days. Вот такой симпатичный, розовый. Тут написано Bubble Gum. Смягчающий сахарный скраб. Баночка немаленькая. 220 грамм. Вот, видите, здесь есть заглушка. Такая пластиковая, что, конечно, очень удобно. Давайте ее откроем как-нибудь. Она тоже не поддается. М-м-м, приятненько так он пахнет. Смотрите, розовый, красивый, такой девчачий. Это не Bubble Gum, как у Avon. Пена для душа, да, или пена для ванны есть. Он приятный, но не яркий. Классный, классный. Давайте тестировать. Немножечко густой, липковатый этот скраб. Распределяется, видите, как-то не очень равномерно. Наверное, будет отваливаться в баню. Может, не будет. Посмотрим. Скрабирование такое чувствуется хорошее. Наносить подобные скрабы нужно, конечно, на чуть влажную кожу. Иначе эти сахарные частички быстро растают и будет такое легкое полирование. Для верхней части тела на лето это хорошо. Но для ног я все-таки люблю, когда скрабирование такое существенное. Пока что я этим скрабом довольна. Мне он понравился. И по цвету, и по аромату, и по действию. Осталось протестировать в ванной комнате. Такую красоту. Следующее, что мне понадобится в ближайшее время, это крем для тела. Для рук от плеча до запястья я взяла вот такую эмульсию. Симпатичное оформление. Минимум информации на самой упаковке, информация была на коробочке. Я даже не вижу здесь объема. Какой здесь объем? Кажется, 150 мл. Но я могу ошибаться. Так, давайте откроем. Ух, тугая крышечка. Вот такая помпа. Интересно. Давайте, знаете, не отсюда протестируем аромат и консистенцию. А вот так вот я откручу. Ой, какая тоненькая трубочка. Видите, какой цвет интересный. В составе листяшечки. Должны быть. Они очень мелкие и просто придают оттенок этой эмульсии. Видите, она такая желтоватая. Интересно. Я думала, будут блесточки. Где блесточки? Аромат, да, приятный. Это абсолютно точно. Такой же, как у крема. Нежный, морской. Такой свеженький. Классный. Но вот блесток. Блесток я не вижу. Хотя при искусственном освещении уж мне-то они должны быть видны. Нет. Как так? Я почему-то была уверена, что здесь блесточки. Наверное, я что-то неправильно поняла. Но увлажнение я уже чувствую такое нормальное, приятное. Питалась эта эмульсия хорошо. Аромат не поменялся. Да, я буду ею пользоваться с большим удовольствием. Интересно, как хорошо этот дозатор будет выдавать данную эмульсию. Ну, проверим. Также я взяла очередной спрей Ava Naturals. Прелестная слива и нектарин. Я вообще не помню, у меня когда-то был такой в использовании или нет. Или я просто купила, поставила в запасы и даже не тестировала аромат. Ну, сейчас с вами вместе аромат попробуем. И я вспомню, был у меня такой спрей или нет. Ну, аромат приятный. Такой интересный, сладковатый, немножечко даже с кислинкой. Но вспомнить, был ли он у меня когда-либо в использовании или нет, все-таки не получилось. Ну, ничего страшного. В любом случае, буду пользоваться я данным спреем с большим удовольствием. Ну, последнее средство по уходу за телом, которое я сегодня выбрала, это увлажняющее суфле для бритья. Такая симпатичная баночка. Давно смотрела на эту баночку в каталоге, решилась на покупку. Брала по какой-то акции, 200 с чем-то рублей, что ли, стоимость акционная была. Ну, минус скидка представителя. Купила, смотрела-смотрела, вертела-вертела, а потом подумала, а не будет ли это суфле чем-то похожим на взбитое мыло? И вот именно этот вопрос меня до сих пор интересует. Давайте откроем и посмотрим. Потому что если это будет похоже на взбитое мыло, то, конечно, ничего хорошего в моем случае в этом нет. Так как вода мягкая и любое мыло смывается по полчаса. Ну, да ладно. Ой, елки-палки. Ничего себе. Посмотрите, какая текстура необычная, очень странная. Не скажу, что аппетитная какая-то. Да, это похоже на взбитое мыло. Аромат есть, но он не очень яркий. Вообще у этой линейки аромат орхидеи, такой приятный, необычный. Здесь тоже что-то цветочное прослеживается, но не ярко. Ладно. Полюбовались на эту текстуру. Давайте нанесем что-нибудь на руку. Будет оно пениться, не будет, не знаю. Как бритва по этому суфле будет скользить, непонятно. Но разносится оно неплохо. Не самый приятный в мире аромат, к сожалению. Я ждала чуть большего. Но надеюсь, что при использовании, по моему мнению, на данное средство как-то поменяется. Давайте закрою я эту банку, переверну и посмотрю, как этим средством пользоваться. Суфле с тающей текстурой сделает процесс бритья невероятно комфортным. Нанесите на влажную кожу и приступайте к бритью. Ну что ж, надеюсь, мне понравится. Объем, кстати, от упаковки 100 мл. Интересно будет узнать, как надолго этого средства хватит. Предыдущее у меня за месяц разлетелось. Это, надеюсь, послужит подольше. Теперь давайте перейдем к уходу за лицом. Для того, чтобы доочищать кожу после снятия макияжа, мне нужна пенка. Я взяла вот такую пенку от Avon из линейки чистый кислород. Она подходит для всех типов кожи. Объем 150 мл. Такие средства мне служат обычно в районе 4 месяцев. В зависимости от того, какая пена, насколько она густая, как часто я крашусь в том или ином месяце. Ну, я думаю, у всех так. Я ранее не тестировала эту пенку. Для меня это абсолютная новинка. Но предыдущая пенка из линейки Avon True, она мне очень нравилась. Она до сих пор представлена у Avon. Но называется как-то по-другому теперь. Мне интересует аромат. Ну, аромат приятный. Зелено-сладковатый. Да, давайте пену посмотрим. Она очень симпатичная. Не жидкая, не водянистая. Такая довольно упругая. Даже одного нажать на дозатор, наверное, хватит. Но я обычно 2-3 раза нажимаю, чтобы как следует кожу очистить. Люблю пенки. Можно и по утрам ими умываться. Но я так и сейчас не делаю. Очищаю только ими кожу. Ну, если захочется, можно и утром. Так что вот такая пенка. Сейчас руки вытру. Продолжим. И продолжим. Для утреннего использования мне в ближайшее время понадобится тоник. Я взяла вот такой. На упаковке написано, что это увлажняющая сплэш-эссенция от белорусской марки Белита. Я уже попользовалась этой сплэш-эссенцией, чтобы после утреннего умывания наносить на кожу, влагу в ней запирать. Но недолго пользовалась. Это средство как трехсекундный стартер не работает. Я уже об этом упоминала. Так что хочу как тоник использовать. Очень маленький состав у этого средства. Хорошее обещание. Нам обещают, что эта эссенция увлажнит кожу мгновенно и надолго. Также она должна активизировать обменные процессы, протонизировать, предупредить отечность, даже сбалансировать работу сальных желез. Успокаивающий эффект здесь. Посмотрим, как это средство будет работать в качестве тоника. Аромат практически отсутствует. Он есть, но слабый. Такой травянистый. Довольно удобный дозатор. Удобно дозировать. С удовольствием буду пользоваться. Также я взяла гидролат розмарина. Про него говорить смысла нет. Я очень часто о нем говорила. Не один год, мне кажется, я вам такой гидролат показываю. От марки душистый мир. Очень хороший, достойный. Он действительно оздоравливает мою кожу. Быстрее проходят какие-то проблемки. На их возникновение данный гидролат никак не влияет. Не очень приятно пахнет. Но довольно экономичный, работающий классный гидролат. Из всех, что я пробовала, гидролат розмарина и гидролат пижмы. Вот они мне нравятся. Остальные, скажем так, проходные гидролаты. Теперь давайте перейдем к сывороткам. Я взяла две вот такие коробочки. Вот эту сыворотку от черного жемчуга я буду использовать утром. Это сыворотка самоомоложение 36+, а эссенцию от эсфолио с авокадо я буду использовать вечером. Давайте вот с этой сыворотки начнем. Здесь объем 30 мл. Симпатичный такой флакончик красивого цвета. Сама сыворотка вот такая. Немножко кремообразная, не очень жидкая. Я уже использовала в свое время разные сыворотки от черного жемчуга. Если их нанести чуть-чуть, они не очень хорошо увлажняют. Их нужно наносить погуще. Тогда они, естественно, быстрее заканчиваются. Но обычно не провоцируют каких-то проблем. Не закупоривают поры. Ну, те, что у меня были, такой у меня, кстати, никогда не было. Вот эта сыворотка уже почти впиталась. Аромат у нее такой своеобразный. Кремово-цветочный. Ничего особенного, но он и не противный. Посмотрим, насколько мне ее хватит. Обычно где-то на месяц хватает. Может, чуть больше. Теперь давайте посмотрим на эту эссенцию. Ну, для меня эссенция и сыворотка, в принципе, одно и то же. По крайней мере, по тому, как данная эссенция выглядит, она очень похожа на сыворотку. Вот, посмотрите. Что здесь написано на коробочке? Объем этой упаковки 50 мл. Хватить должно надолго. Данная эссенция мгновенно смягчает, глубоко питает и увлажняет кожу. А также возвращает ей, естественно, здоровое сияние. Протестируем. Главное, чтобы поры эта эссенция не закупоривала. Так, не получится так сделать. Вот такая вот она. Не очень-то жидкая. Хорошо распределяется. Верная будет оставлять липкость, как и многие средства. Корейские. Вот, нужно будет попробовать на лице. По-моему, она ничем не пахнет. Если есть какой-то аромат, он очень невнятный. В ближайшее время обязательно протестирую. Очень интересно узнать, что это за эссенция такая. Сейчас в коробочку уберем. И продолжим. Эти сыворотки я буду использовать вот с такими кремами. Дневной крем у меня это черный жемчуг. Самоомоложение, опять же, 36+. Одна линейка получается. Самоомоложение 46+. Я пробовала от этой марки 36 ни разу. Но думаю, что разницы особо не будет. Объем упаковки 50 мл. Такого формата мне хватает обычно на 2 месяца. Давайте узнаем, какого цвета этот крем. И так же он пахнет, как 46+, или нет? Ага, здесь ничего не откручивается. Ладно. Так, давайте вот на эту вот помпа. Интересно, долго мы тут будем с вами... Ага, нет. Ой, посмотрите. Он тоже сиреневый, как и крем. Самоомоложение 46+. Абсолютно такой же. А вот по аромату он другой. Если самоомоложение 46+, пахнет не то орхидеей, не то сиренью, то здесь аромат такой же, как у сыворотки. Кремово-цветочный не очень. Не очень для меня лично интересный. Я немножечко расстроена, да. Я ждала того же приятнейшего аромата, как и в линейке 46+. Ну, ладно. Ничего страшного. В конце концов, запах нормальный. Терпеть его можно. Главное, чтобы этот крем так же хорошо себя вел на моей коже. Не закупоривал поры. Не вызывал высыпания. Протестируем. Вот такой крем от чистой линии. Крем Сон Идеальная Кожа у меня когда-то был. Я его использовала. Потом напрочь об этом забыла и купила повторно. После очередного видео Ирины Фо Юлии, где она этот крем хвалила. Но когда я пересмотрела свое старое видео, в котором делала отзыв на этот крем, я вспомнила, что он, да, неплохой, но ничего особенного для себя в нем я тогда не обнаружила. Так что в этот раз, думаю, тоже ничего особо интересного для себя в этом креме я не найду. Но он не забивал мне поры. Никаких проблем с ним не было. Он действительно увлажнял кожу. Крем как крем. 45 мл объем. Обещают нам увлажнение, питание, идеальная гладкая кожа. Также восстановление. Давайте откроем упаковочку. Она зафольгирована. Вскрываем. Если получится быстро это сделать. Как клеят эти штуки, нужно же не отогреть. Так вот выглядит крем. Он не очень густой, но и не жидкий. Вот такой. Пахнет не очень интересно. Не будет у меня в апреле ароматерапии. Но главное, чтобы кожа моя себя хорошо чувствовала. Да, от этого крема есть увлажнение. Он приятный. Но у него есть как фанаты, так и те, кто к нему отнесся равнодушно. Вот я равнодушно отнеслась, а потом купила повтор. Хоть записываю, чем пользовалась за те годы, что веду свой канал. Теперь давайте посмотрим на глиняную маску. Я выбрала вот такую. Она с коалином и с цинком. Снимает воспаление. Матирует, сужает поры. Очень интересно. С какими-то воздушными пузырьками. Зелененькая такая. 50 мл объем. Она не зафольгирована никак. Плотненькая. Я мало взяла. Конечно, непонятно будет, насколько хорошо она будет ложиться на кожу с каким-то проплешинным или плотным слоем. Ну, давайте аромат хотя бы протестируем. Пахнет мятой. Не ярко, но приятно. Будет ли эта маска схватываться каркасом? Будет ли она сужать поры и осветлять темные точки? Пока что неизвестно. И будет ли она кожу оздоравливать? Тоже неизвестно. Ну, вот. В апреле я ее протестирую. Для губ я взяла упаковку кармакса с вишенкой. Большой вес. Здесь 10 грамм. Хватает такой упаковки очень надолго. Где-то на год минимум. Я люблю кармакса, о чем неоднократно говорила. Хорошо восстанавливает губы это средство. Когда простуда на губах появляется, с ним она быстрее проходит. И эта сухость, которая остается после простуды, тоже быстрее уходит. Очень хорошее, достойное средство. Такая текстура у него. Своеобразная, густая. Вазелиновая. Смотрите. Небольшого количества хватает. На ночь наношу, не ежедневно. Для меня это лечебное средство. Пахнет камфорой и вишенкой. Такой, знаете, своеобразный аромат. На губах, наверное, будет не очень приятно. На губах так нормально. Если не облизываться. Да, хорошее средство. Аромат и вкус вполне терпимые. Надеюсь, что этот кармакс будет работать, как и все кармаксы, которые были до него. Ну и напоследок покажу вам два парфюма. Выбрала я парфюмчики от Эймон. Для использования либо на короткие дистанции, если они не очень будут стойкие, либо на длинные, если их стойкость меня порадует. Много-много лет я никак не взаимодействовала с парфюмом Тудэй. Даже забыла, что он собой представляет, как он пахнет. Ну вот тут случайно стала обладательницей твердых духов Тудэй. И так они мне понравились, но настолько неудобно ими пользоваться, что я решила приобрести миниатюрку в обычном формате, в жидком. Купила. Правда, еще ни разу не использовала. Какой же классный аромат. Здесь гибискус, сирийский ваточник и мускус. Для меня аромат абсолютно такой весенний. Конечно, набивший в некоторой степени оскомину. У многих он был, у многих он есть, многие им пользуются на регулярной основе. Он узнаваемый, такой немножечко попсовый. Но мне захотелось, чтобы и у меня он тоже был. И в ближайшее время с удовольствием начну им пользоваться. Что касается вот этого парфюма и в Тру. Я у кого-то хороший отзыв на этот парфюм услышала и решила заказать. Опять же, в маленькой версии. Что здесь? Магнетит, бутон черной смородины, розовая фрезия и кедр. Я уже тестировала когда-то этот аромат, рассказывала вам о нем. Мне он показался абсолютно весенним. Таким интересным, зеленым, приятным. Наверное, он на любителя. Такой немножечко горьковатый. Но мне аромат понравился. Я по описанию, я решила стать его обладательницей. И не жалею об этом. С удовольствием буду пользоваться. Вот такие средства мы с вами сегодня выбрали. Что-то я в ближайшее время начну уже использовать. Что-то только лишь в апреле. Но в любом случае, рано или поздно, вы узнаете мое мнение насчет данных продуктов. Более, скажем так, развернутое. Надеюсь, это видео было для вас интересным. Большое спасибо за то, что вы его посмотрели. Всем пока!